приветствую всех на моем канале с вами относительно новая рубрика это обзор игр интересных либо которые только вышли на данный момент это из ряда интересных игр так как вышла она уже давно но я только к ней добрался упорно не хотел ее открывать древние боги называется она суть видео подробный обзор игры с описанием всех важных нужных функций которые следует учитывать и почему как я считаю например в принципе она достойна быть скачана установлена и лежать долгие годы на телефоне начнем итак сама суть игры в чем в игре собраны мифические или божественные полубожественные существа и все в таком духе на данный момент из категорий и таких народов как ацтеки древняя греция древний египет и скандинавия первое что безусловно привлекает внимание эти это ресурсы какие имеются в игре перья потом энергия выносливость самоцветы и различные скам так жетоны фишечки и тому подобное для покупки этих самых персонажей и так первое что в игре в принципе вы видите это безусловно герои сейчас кратко по ними пройдемся пантеон на данный момент у нас присутствует парочка десятков героев это я в уже сегодня третий день отыграл фактически где-то два сами видите сколько героев присутствует обратите внимание в первую очередь на вот этот вот шильдик ромбообразный или квадратообразный неважно в правом верхнем углу возле аватарки каждого из существ максимальный уровень 100 то есть два дня и средний показатель это 20 25 30 такое но это пока что не особо важно дальше объясню и покажу почему сразу первое что следует отметить это например здесь безусловно имеются платные пакеты и покупки и вам нужно понимать что чего стоит то есть есть у вас пакет и стоит ли его покупать как понять вы видите к примеру возьмем 30 уровень например зевс повышаются герои только по двум параметрам это вот вы видите здесь у нас класс и под классы его второй параметр это осколки самого героя вы видите внизу 48 из 51 то есть на 31 уровень требуется 51 осколок но стоимость безусловно растет с повышением каждого уровня первые уровня первые уровни набираются легко и быстро я специально для демонстрации этого сохранил одного героя не тратил его осколки он не выпал это новый герой тлалок и вы видите он у меня первого уровня усиление максимальная 60 обманул максимум не 160 тем более приятно на первый уровень требуется видите до 16 осколков то есть у меня выпало 100 имеется что мы за это получим по уровням 16 на 2 20 24 26 первые уровни видите до количество растет быстро но трамта там где-нибудь возьмем поближе например скади до 39 12 на 13 где брать осколки героев безусловно главный источник кусков героя это магазин призыва вот он у нас какой первый вариант призыва вы видите ограничен по дням здесь находится новый герой всегда и этому же герою принадлежит сезонный абонемент то есть выполняя задание там так же как во многих других играх вы получаете шансы призыва уточню до записи видео я специально не вкладывал деньги в игру для того чтобы показать что можно получить бесплатно дважды за 70 оборотов дважды он выпадал не целиком второй вариант это круг призыва со списком желаний здесь думаю очевидно список можно вставить только пятизвездочных героев и здесь либо за самоцветы либо за вот этот кандибоббер звезда призыва стоимость призыва по самоцветам 1300 за 10 раз сокровища арканума это призыв за золото золото это валюта которая добывается в принципе за почти любые действия в игре добывается по многу потому в будущем здесь проблем у вас не будет и тем более что в аркануме призываются расходники то есть все то что вы здесь видите это расходные материалы для экспедиции для боевки и всякого тому подобного можно обходиться без них вполне себе нормально это не критично так по призыву все нет не все продемонстрирую сразу кое-что что именно достижение зайдем для дабы наглядно вам показать за эти вы видели пантеон видели сколько здесь божеств так скажем так и всяких иных существ и какого уровня прокачки на это ушло дабы не соврать здесь у достижениях у нас имеется тан-даран-татан где же у нас количество призыв ага 480 за два дня бесплатно то есть понимаете да забегая наперед игра располагает к тому что вы будете приятно играть даже не вкладывая деньги в игру абсолютно но если вы хотите получить что-нибудь приятное вкладывая деньги вы это здесь получите из большей выгоды чем других играх позже объясню почему призыв что хотел продемонстрировать например вероятность выпадения вот у нас имеется на несколько десятков призывов продемонстрируем что и как у нас выпадает если сто процентов хотите получить пятизвездочную карту усредненное количество это где-то 50 призывов ну так в среднем мне за сто призывов то есть десять раз по десять выпадал и один пятизвездочный а бывало и четыре пятизвездочный то есть вот так вот это здесь работает вы видите некоторые выпадают целиком даже те которые есть а некоторые вот так вот кусочками в этом есть огромная разница это чуть позже я скажу там видели осколки кого-то пятизвездных что по моему упали я упустил момент оранжевенький светится когда выпадает это не всегда пятизвездочный это четырехзвездочные тоже забегая наперед опять же о героях рассказывая все герои начиная от трех звезд до пяти абсолютно играбельны здесь на любом этапе игры объясню почему четко опозжал ну да не особо повезло в этот раз в основном четырехзвездочный потому собираете на сто призывов и гарантированно получите по пять звезд ах да что я упустил здесь у меня уже нет в первый день не только в первый день после начала игры есть еще один момент призыва первые сто призывов по моему там сильно повышен шанс выпадения пятизвездочных карт во первых первые сто призывов а во вторых еще и с гарантированными картами вот такие макароны у меня его уже нет потому как я шкалу полностью заполнил и все реклама и видеоролики по рекламе об этом есть бесплатные для тех кто любит посмотреть рекламу и получать плюшки фишки это перья 20 штук за одну рекламу и бесплатный призыв видите 10 штук в день один видеоролик это две звезды то есть 20 штук в день это тому кто любит рекламу смотреть не обязательно набор новичка у нас здесь самый дорогой о донате вкладывание денег игру набор новичка у нас самый дорогой 10 долларов это в принципе самая дорогая покупка в игре туда входит отключение рекламы пятизвездочный герой повышение шансов и падения пятизвездочных героев x2 навсегда около 6000 самоцветов и еще что-то там приятное то ли облик какой-то героя то ли что в целом покупки в игре стоит в среднем 3 доллара то есть нет такого что вот 1000 евро минимальный порог и все но их здесь много то есть если вы желаете сильно вкладываться в игру вы просто покупаете много маленьких пакетов для того чтобы сделать себе приятно если не очень покупайте отдельные по чуть-чуть касательно обликов они введены в игру не так давно и есть у троих персонажей пока что всего лишь это скади видим здесь опять же забегая наперед облики мне нравится здесь в том плане что они ничего не дают кроме визуальных изменений за 3 доллара вы получаете пакет с обликом героя и ресурс 500 перьев перья это важный ресурс позже поймете почему так кто у нас здесь еще с обликом зевс красивенько но не очень а вот змеючка кетцаль коатль богиня ацтеков интересный облик музыкальное сопровождение здесь слабо слышно но она просто восхитительно в этой игре атмосферность бомбическая касательно осколков героев первый вариант я упомянул это призывы различные берете и пакеты в чем важность выпадения призыва вот так вот картами даже тех героев которые у вас уже имеются и просто кусками когда вам выпадает карта особенно впервые видите герой которого нет требуется например 5 звездочный 200 осколков для того чтобы собрать если вам выпадает карта сразу целиком понимаете да если он уже у вас есть и выпадает карта вы получаете сотню осколков то есть если вам в призыве выпадает карта даже те кто у вас уже есть это больше осколков чем по отдельности там случайное количество второй вариант где брать куски героев давайте тот же зевс он у вас будет поначалу скорее всего и в больших количествах слева у вас имеется вот две менюшки одежда и свиток с пером видите у каждого героя есть задание отдельно для него и сундучки вот с осколками на каждом этапе видите да это книга навыка позже об этом и так пока все него все не выполните но это не все то есть это второй из основных методов который приносит больше всего третий метод это из сюжета из прохождения острова хаоса события испытания это месячный пропуск здесь все как обычно миссии ежедневные и основные и вы их выполняете далее что у нас имеется торговля открываем магазина у нас два арканум и секретная библиотека арканум это все магазин расходников то есть одноразовые предметы которые вы используете в испытаниях либо вот звезды призыва вот вы видите помните 3 доллара облик плюс 500 перьев 10 кусков призыва это 100 перьев за рекламу бесплатно кто очень любит ее смотреть можно в день получить 200 перьев то есть понимаете соотношение о чем я говорю очень таки сбалансированно магазин шанс повышается видите арканум 5 звездочный персонаж он не игровой он когда вам выпадает вы больше нигде его не примените но с повышением уровня стоимость предмета в магазине и все остальное снижается ускоряется и второй вариант магазина это у нас секретная библиотека здесь вы покупаете княженцы эти княженцы нужны для усиления способностей героев в принципе они собираются и бесплатно и за перья и видите здесь вот такая вот валюта как кандибоберы с конкретным знаком например вот змея да это все добывается я уже потратил потом у меня мало чего осталось следующее что стоило бы показать герои которых вы получите в принципе даже без призывов у нас компания есть всего пять этапов первое это обучение я думаю понятно здесь указано что вы там получаете сорел азалия и розет три героя которые вы получаете первую очередь второй этап видите на каждом этапе условия для прохождения сто процентов получаете звезды призыва золото и героев давайте перейдем сразу к финишу грубо говоря здесь у нас зевс афина артемида много-много всякого первый вариант вы это где вы это первый вариант где вы получаете самоцветы куски героев призывы и обучение что нужно сказать помните да осколки героев мы получаем каждого героя каждым героем прохождение компаний нужно для получения осколков я вам сейчас покажу кто забыл вот у нас свиток и здесь условия очистить карту компании это не номер карты это количество раз который вы пройдете компанию пройдите этапы хаоса и победите по количеству врагов и получаете всякие кандибоберы в целом цель игры это собрать героев усилить их продвинуться дальше но она очень скажем так что мне нравится безумно заставляет людей думать то есть она действительно сложная если у вас есть цель играть сложно то есть нужно будет очень глубоко и наперед думать почти как в шахматах при этом с большим разнообразием развития событий если вам думать сильно не хочется напрягаться она тоже позволяет это делать то есть независимо от того какой стиль игры вам больше нравится вы найдете оба стиля здесь и сможете приятно проводить время почему потому что она ничего не заставляет вас делать вы играете так как вам нравится второй момент обязательно который сделаете после того как запустите игру залезаете в настройки и привязываете аккаунт потому что автоматически он не привязывается и можете сохранить данные на сервер нет так нет из важных моментов это то что если вдруг интернет накроется или из сервера игры упадут или еще что то в этом духе до тех пор пока вы не удалили ее кроме того что она сохраняется на сервере точно так же весь прогресс и покупки сохраняются у вас на телефоне и все работают без подключения к серверу или интернет связи я думаю это понятно и приятно следующий момент который мне нравится в этой игре вы видите такой показатель как выносливость я думаю и во многих играх это смущает но здесь обалденное решение оно мне нравится в этом плане видите есть такой предмет как камни выносливости да их можно обменивать и получать выносливость либо же если вы не желаете сидеть и задротствовать так сказать в нее да чпоньк и превратили выносливость в камни выносливости камешки вам в рюкзак упали вышли и не заморачивайтесь и выносливость не потеряли или грубо говоря для достижения прогресса какого-то и время уделяете ей только тогда когда вам этого хочется а не когда она скажем так пассивно вас вынуждает для того чтобы ничего вдруг не потерять открываете потом хранилище потребляемый предмет это для компании классы это книги для повышения уровня навыков и способностей героев и вот у нас валюта здесь все остальное вот видите используется для обмена на энергию далее что еще замечательно в этой игре здесь вы видите ставите любого кого пожелаете это все понятно достижение здесь вы получите одина рано или поздно видите по 500 кусков и персонажи я упоминал ранее что играть тяжело для тех кто ищет игру где нужно очень хорошо подумать в чем это выражается пантеон открываем возьмем к примеру нет не зевса кого-нибудь кого я еще не улучшил арес изначально доступен один класс главный пелтаст классов видите сколько всего рейнджин, ассасин, берсерк и все такое прочее по нажимам на них вы можете прочесть его особенности вот например в веномансер в начале вашего хода восстановите один два четыре видите это как раз рост уровня за каждый знак яда на вас то есть это класс играет через наложение яда в основном на себя, на противника и в начале вашего хода добавьте антидот в руку антидот бесплатно разыгрывается видите карта да? потребляется и снимает яд с себя то есть вот таким макаром на каждую карту которую нажимаете можно прочесть что она значит здесь доступна колода просмотр и это важный момент стартовая колода что это такое? это будем называть так это магия с которой вы начинаете каждый этап игры карты в целом это магия которую вы можете добрать в процессе игры прохождения на текущий матч то есть после каждой мини игры или после каждого события вам иногда предлагают выбрать какой то из типов магии себе в колоду вот из этого всего что ниже карты вы выбираете конкретно в классе пилтаст и далее читаем что например пилтаст такое ноль маны стоит получите два панциря кракена панцирь кракена плюс десять процентов усиления защиты одели панцирь кракена потом включили броню и получаете к примеру не семьдесят пять а где то там по три четыре или пять сотен уже брони заставляет подумать как и что комбинировать на практике позже покажу дополнительные классы это как на зевсе сейчас основной класс персонажа определяет стартовую колоду она только одна дополнительные классы вам позволят добирать в процессе карты из других колод а кроме этого активируют пассивные навыки то есть если у вас грубо говоря например начальный персонаж маг это не значит что вы не можете вторым классом взять ему к примеру пилтаст да и уйти в усиление брони развиваете как хотите кого хотите комбинируете как хотите у вас есть божество вы создаете из него орудие невероятной мощи на свое усмотрение в процессе потом можно будет это все убрать переиграть изменить в этом безусловный плюс итак практики после прохождения кампании это понятно люб каждым героем когда захотите для получения всяких плюшек вам откроется испытание испытание по типам магии скажем так за них вы получаете значительные бонусы в виде кусков призыва что здесь стоит сказать каждое испытание стопроцентная вероятность есть пройти если вы поняли как это одновременно и тяжелое более менее обучение для кого для кого то легко будет и изучение классов так сказать то есть вы заходите в испытание и оно вам предоставляет ограниченное здоровье например в процентном соотношении 100-150 независимо от уровня развития персонажа и гарантированный метод прохождения который вы должны найти с этим аспектом игры думаю все более менее понятно кто захочет попробовать награды здесь значительные в сумме и проходить интересно я считаю в принципе обучение таким и должно быть основами игры а не так как многие делают затяжное на полчаса на минут сорок в начале игры без возможности пропуска когда захотели тогда зашли прошли обучились и так далее в принципе переходим к одному из основных аспектов игры это остров хаоса ух ты я только сейчас заметил у него звезда во лбу моргает ну ладно звезда и звезда остров хаоса в принципе это основное менюшка и события игры где разыгрывается у вас будет большинство матчей проходимых вами где вы тратите в основном будете тратить свои расходники и уделять основное время именно здесь так как каждая компания будет неповторима мини-игры основные тоже находятся здесь же кто заметил между уровнями есть разница на более маленьких уровнях гарантия заработка при поражении выше сохранения но и доход ниже таким образом плюс с ростом уровня растет количество событий в матче которые появляются случайных событий и мини-игр от загадок и до всего до ловушек и всякого прочего на низких уровнях этих событий минимум и разнообразие минимум как раз таки для того дабы игрок постепенно постепенно освоился точно так же разница и в уровне противников скажем так уровень чарват видите плюс 10 плюс 20 плюс 30 и так далее то есть это то что я и упоминал независимо от прокачки вашего героя любым героям вы сможете выполнять квесты проходить миссии и одинаково интересно проводить и развивать бои что еще стоит упомянуть я только не помню это в этом меню или нет так сейчас по-быстрому улучшим дабы она нам не мельтешала больше и так это меню нас интересует нет оно не здесь так остров хаоса открываем возьмем предыдущее да а может быть и нет сейчас посмотрим итак видите у нас да x2 алмазы за событие что это значит это x2 алмазы именно именно за победу над противниками в боях за обычные разные мини-игры алмазы падают как обычно это x2 меняется каждый день героя которым оно принадлежит так сказать но если вы грубо говоря не намерены ждать следующего дня и желаете поиграть сейчас к примеру а в списке x2 героев нет надобных вам вот обновляете первая попытка бесплатно потом за перья идет точно так же есть еще один момент который вам открывается именно в этом меню если видите возле выносливости левее стрел стрелочка вверх что это значит она она значит что мы можем сейчас выберем какого-нибудь героя помельче вот нет 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 не то где то я находил а вот она можно активировать этот бонус как видите временно усиливает божество ваше до максимально прокаченного в том же звездном ранге то есть у меня например пятизвездочный зевс тридцатого самый высокий от лалок пятого мы можем активировать и он поднимется до тридцатого соответственно это раз что важное второе инвентарь перед каждым походом еще одна из стрелочек инвентарь расходники можете загружать можете не загружать это уже на ваш выбор следующее перед каждым прохождением острова в принципе ага вот видите стоит галочка для тех кто уже прошел в плане и победил финального босса в том числе они не могут они собирают ресурсы в виде алмазов и золота и все остальное расходники и бонусы всякие и приносят с карты но они получают вот такой сундук на который нажимаете здесь за прохождение уровня звезды призыва куски выносливость самого героя это отдельно для каждого уровня сложности для каждого героя существует такая вещь потому будьте внимательны это интересно и так для практики быстро разберем что и как так кто у нас здесь доступен x2 анубис или это не анубис сет похож на анубиса я хотел бы что-то пиромансер какой-то тип магии не природный а что-то такое замороченное дабы вы могли посмотреть грубо говоря разнообразие маны ассасина бы нам да либо берсерка магия крови магия яда что-то такое чтобы было интересно давайте обновим скади ассасин и веномансер вот берсерк давайте попробуем секхмет немножечко загрузим расходников на всякий случай так потому как я не два дня отыграл не особо разобрался еще абсолютно со всеми в плане наработки навыков игры у каждого героя уникальные навыки есть видите здесь по два второй открывается с ростом героя их важно знать ярость 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 в начале каждого боя получите ярость плюс физический урон за каждое отсутствующее десять процентов очков здоровья давайте еще что-нибудь откроем а уху посмотрим хоть какая колода ей доступна вот я вот за чистого берсерка еще не играл но должно быть интересно перл таст плюс берсерк это шик так 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 тоже и взять а здесь у нас что доступно не можем посмотреть кровавый гем понятно сложно выбрать чтобы ей дать в конце хода шанс добрать карту берсерк момент буквально я подумаю по соображаю чтобы изучить такое чтобы было при этом интересно и оригинально вот давайте мы дадим ей рейнджер трем-слотом просто ради видео потрачусь немножко и пусть будет интересно фух ну удачи нам открывается карта стабильно на этой карте что набор врагов это общий набор врагов на каждом этапе грубо говоря он генерируется в случайной последовательности как и естественно случайная последовательность иногда но не всегда навыков и того как они ведут себя в бою статичный это трофей и проклятие грубо говоря трофеи стабильно есть на пунктах потому выбирайте себе путь исходя из трофеев грубо говоря в основном опять же и понеслась что еще важно сказать об этом этапе в целом и меню игры 4 слота сверху это благословение богов грубо говоря их умения навыки я периодически проверяю видеозапись потому как не обращайте внимания ранее уже записал был и замечательно записал и где-то 30% видео как раз окончание обрезало напрочь поэтому на всякий случай вот так итак начнем падшая звезда это событие случайное там могут выпадать ивенты полезные средней полезности самые полезные которые я считаю там есть это возможность массового удаления нежелательных проклятий и магии которые вы набрали себе в руку вот можно посмотреть на данный момент у нас 12 находятся в руке типов разной магии грубо говоря наша сумка камни усиления здесь будут находиться которые можно вставлять в карты можно нет после окончания матча они все идут вам в инвентарь валюта все что вы заработаете идет вам после матча в инвентарь золото алмазы и монеты магазина это отдельно отдельно как основные плюс здесь еще будут другие плюшки здесь расходники которые вы купите или приобретете ну и реликвии для событий ивентов и квестов так сразу перейдем к битве оставляем в руке и так вы уже видите магия берсерка чем уникальна тем что у нас тратится много в чем не мана а кровь то есть грубо говоря класс берсерка во многом расплачивается своей жизнью за усиление себя в бою и применение каких-либо навыков ну в принципе логично кровопролитие что это такое приобретете все карты в кровавый удар понятно нанесите просто урон неистовство упыря ага накладывает метки за счет которых мы включим себе вампиризм это хорошо кровавый щит за чистого берсерка я играю впервые считать его не знаю каждый тип магии уникален класс под класс потому сто процентов здесь найдете то что вам понравится но к остальным придется как-то как-то привыкать потому что ну опять же если будет необходимость потому что это все абсолютно необязательно я понял у нас очень маленькое разнообразие навыков так сказать хорошо и так 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 мы Вампиризм пошёл. Что ж, в принципе, я понял. Нам кровавое копьё, но у нас запас здоровья не очень большой, поэтому кровавое копьё не будем брать. Мрачный лес. Здесь, в принципе, самые более-менее значимые награды бывают, но очень ситуативные. Если вы награду не получили, то вы что-то теряете. Обязательно. Это считайте как русская рулетка. Вы здесь либо на коне, либо под конём, ну, условно говоря. Вот-вот-вот, забытое озеро. Если просто пройтись вокруг озера искать сокровища, либо ничего не получите, либо что-то таки найдёте. А вот более значимый пункт – это нырнуть, удалить одну нежелательную карту. Можете удалить одну карту с колодом. А можете не удалять, потому что у нас нежелательных пока нет. Второй вариант – секретная библиотека. Здесь, вы видите, что у нас имеется. Можно обновить один раз. Дополнительные навыки слева взять. Отдельно от руки используется. Но нам это не нужно. Нам нужны другие. Ловушка. При победе получите алмазы. Вот. При поражении вы получаете кровотечение. Пробуем побыстрее это всё пройти, но показать максимум, грубо говоря, мини-игр, которые встречаются в том числе. Ну, если повезет, потому что предвидеть нельзя на 100%. Что будет впереди. М-м-м. Давно не записывал, думаю, это ещё слышно по мне. Болел несколько месяцев. А когда выболелся, не было нормальных проектов. Перебрал около 10 штук разных, которые я ожидал. И все оказались хламом. Ну, это как хобби дополнительное, потому нам не к спеху. Это всё дело. Кто ждал и дождался, благодарю. Ну, допустим, пусть остается только так. Силу кровью подняли мы себе, физическую силу, физический урон. И сейчас, по идее, у нас берсерк, расплачиваясь кровью, должен начать лечиться в то же время. Да, так и есть. Я выбрал уйти. И если вам, грубо говоря, не подходит то, что вам предлагают, именно в этом режиме, и вы нажимаете просто уйти, это тоже вариант. Ничто не будет взято, дабы не захламлять, например, ваш инвентарь или ещё что-то там. Угу, ловушка. Тайный туман. Здесь вы можете встретить богов, либо тоже событие вот типа Кубка Крови. Вы жертвуете, получаете хлам себе в инвентарь, но одновременно за это получаете и ламазы. За каждую попытку увеличивается количество, грубо говоря, хлама, который вы получаете себе в руку. Давайте ещё к примеру, потом покажу. Это вредит, если, грубо говоря, не подходит под ваш стиль игры. Можно, к примеру, взять Ассасина, по-моему, или Следопыта, что-то такое. У которых есть навыки на увеличение пользы в зависимости от того, сколько вы разыграли карты за текущий раунд. И таким образом, вот этого хлама можете набрать много, снизить стоимость его применения, и за один раунд у вас будут колоссальные цифры по пользе. То есть, грубо говоря, всё. Всё. Вот. Местный рэкетир. Он хочет от вас золото. Мы, конечно, ему ничего не дадим. Потому что он не так голый. Он некрасивый. Вот. Пожалуйста. Получили хлам в руку. Попытаемся от него избавиться. Временно, опять же. Потому что он потом обратно возвращается. Пока мы не удалим его окончательно, он будет регулярно с нами. А вот рэкетируем и усы побреем. А, придержим пока. Ладно. Отращивай бороду. Мы тебя побреем и сдадим на деньги. Кстати, интересно, дорога сейчас это делала. В смысле, фолосы. Со спиной можно застричь. По времени хорошо. Это я дополнительно запись веду. Просто потому что почему-то сегодня у меня запись обрывает. Иногда. А мне как не падает то, что нужно. Мы еще выживем немного, да? Хорошо. 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 нам очень сильно нужна карта лечения иначе бородач нас отрекетирит по полной программе просто вывернет нас карманы к ее и будет нас нещадно конди боберить ну допустим выживыми или нет вообще по идее должны наверное что и и потеряем здоровье больше чем получим щит и у нас в итоге убьет нам на 100 процентов объем опа фиг вам индейское народное жилище мы пока еще поживем в общем видите сами берсерк он здесь натуральный прям берсерк ему тяжело выживать потому как защиты никакой вот загадки от господина то то здравствуйте я узконосый от меня вам загадка какая-то богиня мудрости войны родилась полностью в доспехах от зевса в греческой мифологии важный момент если сомневаетесь возьмите подсказку почему потому что в этой вкладке в принципе вы либо победили бы либо проиграли ничьей нету если победили получаете бонусы если проиграли получаете проклятие это афина давайте один навык вверху видите шкала 9 из 10 это текущий промежуточный этап грубо говоря финиш босс лагере можно либо либо на выбор отдохнуть либо вставить камни безусловно отдохнем потому как опять бородатый оставить нам очень нужен этот вампиризм а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, а то он и Берсерд... Пока еще доступна Заманну... Активируем Заманну... Поехали... Пошло вылечение... И еще немножечко увеличим урон... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В вашем ходу... Восстановите... Ух ты! Круто! Люблю разнообразие... Люблю разнообразие... Это покупка камней... Себе в инвентарь... И расходников... Если есть на то желание... Опять же... К примеру... Купим... Либо вставить камни в карты... Камни в карты... Вставляются только на текущий матч... А вот расходники... И все остальное... Остается с вами... Падшая звезда... Ювелир... Я думаю... Это понятно... Вынимает и вставляет камни из карт... Опять же... В рамках текущего матча... Падшая звезда... Вот... Фонтан очищения... Украсть камни можно... Нас интересует... Больше бросить кости... И... Два... Удаляет две карты с колоды... А именно... Удаляет в основном... Поганые... Вот такие... Одна еще осталась... Максимум может... Убрать 12 за раз... То есть... Помним дату... Событие... Где мы получаем алмазы... Можно нагрести... И надеяться на то... Что в падшей звезде... Нам выпадет... Что-либо интересное... Прошлись по берегу... И получили монеты... Для рынка... Вот... Тайный туман... Это типичное... Меню... Как казино... Четное... Нечетное... Делаете ставку... И мы на этот раз... Выиграли... Ставки... И по нескольку тысяч... Бывает... Все зависит... От того... Насколько... Много... У вас уже... В инвентаре... За текущий матч... Собралось... У нас видео 15 минут... Ладно... Давайте... Дадим ему золото... Пусть валит... Просто добыл... Уже быстрее... То видео у нас... И так... Затягивается... Порядком... Угу... У противника... Чистый урон... Над ним видно... Что он применит... В следующем раунде... Под знак восклицания... Если... Очень интересно... Можете прям... Подробно... Посмотреть... Что он применит... За следующий раунд... По вам... Под низом... Точно так же... Все нажимается... И читается... Если есть не то желание... Если нет... Действуйте по своей схеме... В надежде на то... Что противник... Под вас прогнется... И звезды сойдутся на небе... Ну... Давайте попробуем... И так... Все равно теряем... Воскрепетием... Воскрепетием... Оставайтесь... Начниться... Воскрепетием... Но... Владимир Б front вас... Точно прям Набатывайте... Воскрепетием... Я blade... И... isto... да тяжело мне берсерками очень долго это все происходит но я думаю настоящим берсеркам если они когда-то действительно существовали и были чем-то похожи им тоже знаете ли было тяжело я так думаю нас больше нечем нанести урон и мы умрем да ну и замечательно не все так просто вот зачем вам нужны красные перья в основном это матч очень слабенький но если вы проходите достаточно далеко или в целом проходите карту все-таки вам удается даже на этапе 3 у вас здесь алмазами чистыми получается плюс минус это восемьсот тысяча удваиваете за перья и получается один матч у вас проходит плюс полторы две тысячи алмазов учитывая если вы только начали играть грубо говоря один два дня в будущем естественно эта сумма растет просто для того чтобы играть более легко а не так как в текущей записи вы увидели либо берете героя посильнее для текущего уровня либо героя послабее для более низкого уровня если вам совсем не в моготу спускайтесь еще на один уровень слабым героем и все замечательно проходит до тех пор пока не усилите его и тому подобное в общем думаю с этой игрой все понятно благодарю за внимание за ваши ожидания приятного просмотра и про время провождения до новых встреч